Как же быстро несется время! Казалось бы, совсем недавно мы приближали, считая недели и дни перед чемпионатом России, вот сейчас уже заключительная произвольная программа в состязаниях спортивных пар. На льду лидеры, на льду действующие чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В принципе без каких-либо вопросов и проблем Субтитры создавал DimaTorzok 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 У Бойкова и Козловского Были по марке Но они все-таки В то же время Незабывайте, что Преимущество в 1 балль Еще 500 У Анастасии Мишно Александра Галямова. Так что что в итоге получится нам еще только предстоит выяснить. Так, для того, чтобы оставаться на первой позиции Мишну Галямову нужно набирать чуть больше 149 баллов. Вердикт. Итог. Чемпионат России в спортивных парах завершается тем, что Мишна Галямов занимает вторую строчку в произвольной программе, набирая 148 с половиной и и и второй раз в карьере вновь в Красноярске. Спустя три года после первой победы двукратными чемпионами России становятся представители Санкт-Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые по произвольной программе были лучше и по сумме на полбалла всего лишь опередили своих соратников по группе Анастасию Мишину и Александра Галямова. Плачут партнерши, плачет Саша Бойкова, плачет Настя Мишина, но какими же разными сейчас являются эти слезы. Одна прослезилась от счастья и похоже, что и Дима Козловский тоже не может сдержать слез. Ну и, конечно же, категорически не такими являются эмоции Анастасии Мишиной, которая прекрасно все понимает, которая понимает, что своим выступлением в этой произвольной она только что отдала золотую медаль. Дима Козловский, Продолжение следует...